Девушки отдыхают Вот именно, по приказу мэрии И возможно даже так лучше, иначе бы их у всех поубивали бы, господи, одного за другим Ну ладно, поехали на работу Когда я поменяю этот кусок грима? Мистер Бойт, только что был мужчина, он передал вам это Мужчина? Что за мужчина? Кто его пустил на этот этаж? Я не знаю, никогда не видел его раньше Я пытался узнать его имя, но он вообще не стал со мной разговаривать Он в то время говорил по такому большому телефону, ну знаете, прототивному Оставил конверт и ушел Черт Ладно, давай сюда Сэнд Или Кендрик Фотография? Конечно, их могли застрелить через секунду после того, как сделали это фото Но я точно знал, с семьей Кендрика все в порядке Смысл посланий был в оси не в том, чтобы убедить меня в их благополучном отлете Это был хлопок стартового пистолета Мой срок начался Я провел лишь пять секунд в новом для себя качестве А уже понимаю, почему Кендрик называл это контрактом Просто чтобы не называть это проклятием Хотя, что это, если не проклятие? Боид Доброе утро, Джек Мне тут сообщили, что ты только что получил мое сообщение С кем я говорю? О, извините Все время забываю, что люди не узнают мой голос Хотя, уверяю тебя, Джек Если бы я сейчас сидел перед тобой, ты бы без проблем узнал меня Как если бы я был членом твоей семьи Даже лучше Член семьи, например Жена может предать Никто не застрахован, правда? Я не разговариваю с людьми, которые не представляются по имени Ладно, Джек Чему это ребячество? Ты не в том возрасте, чтобы отворачиваться от незнакомцев Да и я тоже Вокруг нас, стариков, остается не очень-то много друзей Хотя, конечно, приходится работать с новыми людьми Заводить новые знакомства Если ты настаиваешь, Джек То можешь познакомиться официально Привет, Джек Боид Я Кристофер Сент Очень приятно, мистер Сент Чем вы зарабатываете на жизнь? Вы узнаете об этом, узнаете столько, сколько Ни один простой полицейский и не надеялся узнать Но вы теперь не простой полицейский Не выключайте телефон Начинаем сегодня же Да уж 8 из 10 Так я называю принцип, которого я придерживался Самого первого дня на должности Я должен позволить своим коллегам замять два преступления из десяти, чтобы они помогли мне с оставшимися восьми 80 из 100 800 из 1000 Я гордился этой статистикой Для Фрибурга не так уж и плохо, а? Я только что официально стал мафиозной шлюхой Я должен бояться за свою жизнь За жизни жены И детей Но единственное, о чем я мог думать Что станет с принципом 8 из 10 Окей Что поделать Ну чё ж Смена Б У нас здесь, в принципе, неплохая смена, кроме Прайс Но У нас есть возможность удалить Я уволить Я просто пока что немножко не хочу Начинаем день Я думаю, эта музыка подойдет Официальная жалоба, профсоюз Сообщаем, что ваши подчиненные подали официальную жалобу на вас Мы собираем необходимую информацию и приступаем к рассмотрению этого дела Сволочи Это темнокожие Я понимаю, я их не виню Мэрия Мэрия не может удовлетворить ваш запрос в настоящий момент Ах вы Ах вы Сволочи Как так? Мы можем кого-нибудь нанять? Биржа труда Кого мы можем нанять? Джордж Митчелл Отличный профессионал Вот его и наймем Ничего не знаю Нанять в смену А Пускай будет в смену А Рикардо Мегадополос Не знаю Кимберли Дженкинс Кимберли В смену Б Окей Пока что, наверное, всё Давайте посмотрим, что у нас с расследованиями Здесь у нас задействовано слишком много, мне кажется, детективов Давайте уберем отсюда Андерсона Есть Закрыть Перейдём в ограблении И мы Баннер дома Да, пускай отдыхает Андерсон Идёшь сюда Отлично Будешь заниматься этим делом Банды нету Этого нету Ну, кстати Я не понимаю Я не понимаю Что здесь не так Что здесь может быть не так Как Как это решить Ограбление Я не знаю Это убийство и ограбление Здесь 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 ничего нельзя нажать Ничего непонятного А здесь Детали Здесь какая-то, мне кажется Вот Лишняя фотография Потому что Как видите У него здесь типа оружие Но никто не говорил Что у него было оружие Он просто Проехал и Не знаю Содрал у неё Сумочку Очень 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 непонятно Очень непонятно Ладно Попытаемся Позднее разобраться Давай работать Покушение на убийство Кондитерская фабрика Sugar Dream Молодая сотрудница Фабрики Поссорилась с начальником Пытается столкнуть его В чан с кипящим шоколадом Вы сейчас серьёзно? Ладно Янси Осана На выезд Я надеюсь Что всё в порядке будет Их там не сварят в шоколаде Хотя Шоколадная Осана Что-то мало Сегодня Происшествий Ну да ладно Слава богу Что у вас там происходит? Янси Осана В чём дело? Как дела? Преступник пойман Офицеры невредимы Замечательно Замечательно Хвалю Давайте ребят Возвращайтесь по-быстрому Пригород Что там происходит у вас? Дилан Дерс Сторож автостоянки Заметил подростка Который ходил между машин И дёргал за ручку Прежде чем он успел Подойти к парню Тот нашёл незапертую дверь И скрылся в машине Через считанные секунды Подросток с виском Вылетел с парковки И сильно превышая Скоростной режим Скрылся в направлении Пригорода Перди Цубаки На выезд Давайте на перехват Ребята Ну я думаю что Прайс У неё уже провалено Три Вот блин У неё уже Три задания Провалено Понимаете? Я Я просто не могу Её держать на работе Я просто не могу Её держать на работе Прайс Выволены Слишком старый И провалили Слишком много заданий Что у нас с Рой? Что у нас с Рой? Слишком стара Но вроде Провалило только одно задание Да? Ладно 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 Давайте лучше Выйдем на биржу труда И наймём Какого-нибудь Вот этого усатенького Мужичка Даже на меня похож Рикарда Мегадопулос Давайте наймём В смену Б Вместо прайс Закрыть Прайс Извини Всё не дорабатываешь Завтра домой Тебе пора на пенсию Слишком опасно Что-то в этом городе стало Перди, цубаки Ну как там дела? Стал известный Предположительное Местоположение угонщика Хмм Нагнать преступника И продолжать преследование Преступник скрылся Господи Перди, цубаки Ну как так? Ну как так? Вы что не могли Его там прижать что-нибудь? Надо было Погрессивнее Пригород Что там происходит? Заплаканный детский голос Сообщил что кто-то Удерживает его Против собственной воли Меня не отпускает на улицу Мучает, издевается Больше нет сил Я хочу на улицу Питу Попахивает, что Родители его не отпускают Но Ладно Коти, Янси, Прайс Не будем рисковать Ребенком Давайте все На выезд Быстро Быстро Ребенком рисковать не будем Даже если это ложный вызов Ничего страшного В мою смену Дети не должны пострадать Ох Но если там Это действительно Какой-нибудь ребятенок Хулиганит В четвером Его всыпьте Что там Казино Рубинович Поступил вызов От рассерженного Клиента Казино Он утверждает Что одна из девиц Которые терлись у него стола Стащил у него портмонез Парой тысяч наличных И полным набором банковских карточек Охрана вытолкала его на улицу Заявив Что он пьян Но мужчина не сдается Перди Цубаки Выезжайте Что на вас происходит От Кристофера К Джи Сэнда Джек Тут один мудак Не хочет возвращать долг Говорит Полиция его защитит Думаю Самое время Показать На чьей стороне полиция А у меня Никого нету Сэнд Ха-ха Черт У меня будут проблемы Из-за этого Я не могу Послать полицейских На такие дела Пошел вам в жопу Че там Захват заложников Отчет Че там происходит Мама не отпускала Десятилетнего Джусефа Ловери на улице Пока тот не съест брокколи Я так и знал Я так и знал Надеюсь прописали ему там Горяченьких Господи Цубаки Перди Как дела Что у вас происходит Преступник пойман Офицера невредима Замечательно Молодцы Возвращайтесь в участок Ну что Рабочий день почти подошел к концу Центр города На выезде Из паркинга Охранник остановил Подозрительный фрук Фургон Чтобы проверить Членскую карту Но женщина-водитель Вместо карты Достал из брудачка Револьвер И выстрелила А вот это Не весело Ну-ка ребятки Все быстренько На выезд Асана Прайс туда с ними Надеюсь С ней все будет в порядке Последний день на работе Господи Вот только этого Нам не хватало Че там за тетка Зафига Она выстрелила Что за даррель Давайте поаккуратней Ну что там у вас происходит Нападение с применением Магнестрельного оружия Полиция догоняет фургон Преступника Стрелять по колесам Фургон преступницы Делает резкий вираж Обещает в витрюну Секс-шопот Женщина вылезает Из машины Хватает продавца И приставит К его голове Револьвер Охренеть Охренеть Швырнуть преступницу Резиновой секс-куклой Преступник пойман Офицеры Невредимы Гражданские Невредимы Вот это было Вот это было Решение профессионала Швырнуть Резиновой секс-куклой Молодцы ребята Возвращайтесь Кто это придумал Коти Янси Кто Асана Янси Признавайся Это ты Да Сейчас выяснится Что это наша старушка Прась Господи Ну что ж Ограбление Отсчет У вас два новых дела Открыть расследование Что Что А А здесь новые фотографии Здесь новые фотографии Смотри-ка Смотри-ка Почему Почему Что Скорее всего Это было вот так Да Я думаю Что это было Вот так Так Хорошо От убийства Отсчет Ну-ка Что здесь у нас Три новых кадра Да Преступники сидели Седание Стреляли Из автомата Я не разглядел Здесь что Я слышал Несколько приглушенных Халпков Он явно Получил по заслугам Давно Напрашивался на проблемы Я не запомнил машину Звуки были очень тихие Я подумал Не могла Что это выстрелы Полиция Ничего не делает Так Мистер Грэхам Приступки сидели В седане Здесь седан Здесь какой-то Минивэн Нафиг Он мне не упал Здесь непонятно И здесь Почему-то автомат Стреляли Эри Грэхам Пьяный Свидетель Он пьяный Он просто пьяный Я даже не знаю Я даже не знаю Но честно говоря Вообще непонятно Честно говоря Абсолютно непонятно Что там происходит С этими расследованиями Но да бог с ним Да бог с ним Пускай дальше расследуют Ну что ж Ему можно спокойно Завершить рабочий день Прайс уволен Хантер отдыхает Нормально все Завершаем день День 7 21 июля Воскресенье Российские банды Захватили Фрибург Во Фрибурге Построят второй небоскреб Расследование против Фрэнсиса Кендрика Может возобновиться Но он уже улетел Так что возобновляй Не возобновляй Какая разница Поехали на работу Поехали на работу Ну мы едем Илья Заводись давай Что это? Жители Фрибурга Выработали иммунитет Ко многим чудовищным вещам Вы никогда не увидите Скопление людей Вогруг избитого прохожего Никогда не заинтересуется Автомобильная катастрофа Мало кто обратит внимание На уличную кражу Некогда откликаться На банальности Банальности Поэтому натыкаясь На толпу людей По пути на работу Сразу понимая Что дело серьезное Что может выбить Из привычного Ного ритма Этих людей Тех кто легко Переступит через труп Если тот Преграждает путь В кофейню Оказывается Для этого достаточно Облепить грузовик Листовками Или засыпать Центральную улицу Битым стеклом Или выпустить На ледовую арену Две сотни крысят Что за листовки? Ответственность За эти странные акции Берет на себя человек Под псевдонимен Под псевдонимом Робеспьер Никто не знает Кто это Чего он хочет Сколько у него сторонников И что общего Между палитым С винным жирным тротуаром И покрытым Страусинами перьями Входом в мэрию Но именно это Помесь детских шалостей И дешевой театральности Пугает людей Все знают Зачем кому-то Во Фрибурге Нужно грабить И убивать Но никогда Но никто не представляет Для чего Красть из зоопарка льва И запирать его В клетке В здании суда Впрочем Меня Робеспьер Скорее забавляет Не масштабом выходок И даже не эмблемой С земленой бычей головой А своей кличкой Робеспьер? Серьезно? Стоит ли мне теперь Называть себя Маркизом Де Лантенаком? Хотя это вряд ли В романе про революцию Я скорее бы был Престарелым канониром Отправившимся на войну С мешком Оцаревшего пороху Или трактирщиком Подмешивающим В пивные бочонки Мульную воду Надо серьезно Подумать об этом Интересно Что это такое вообще? Какое-то Какое-то Ответвление от сюжета Мартин Штетт Ваш новый заместитель Хорошо Хорошо Мартин Замечательно Баннер не пришел на работу Сегодня баннер Он какой-то весь Постоянно уставший Да у нас Он весь уставший Уставший Я всю ночь Не могу уснуть И сейчас в ухе Что-то звенит Можно мне отгул? Да, Рой Можете быть свободны Но честно говоря Вас пора Увольнять Извините Вы слишком старые Болеете постоянно Да уж Я думаю Это сойдет Вполне Начинаем Новый рабочий день Официальная жалоба Профсоюз Сообщаем Что официальная жалоба От ваших подчиненных Передана в прокуратуру Для дальнейшего Разбирательства Идите Задницу Полицейский участок Так, секундочку 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 Где она? Рой Вы извините Но вы слишком старые Извините, Рой Так, а я возьму Наверное Маркуса Крауза И помещу его в смену А, хорошо Замечательно Закрыть Фух Ну что ж Начинаем Новый рабочий день 9-11 В программе Магазин спортивной обуви Бигфут Позвонила продавщица И сообщила Что два подростка Выбрали самые дорогие Кроссовки на стенде Примерили их А потом выбежали Из магазина В новые обуви Не заплатив Это нормально Это хорошо Это весело Требор Ты че такой уставший Требор? Требор? Ладно Рашинг И Грант Выезжайте Ну-ка А я могу Требора Отправить что-нибудь Домой? Нет, подожди Подождем Какой-то слишком уставший Получается Переместись в смену А бог с ним Бог с ним Пускай здесь С тобой-то что Не так? Что с тобой не так? Почему? Почему ты? Как ты? Ничего не понимаю Где-то дома Где-то дома Тусит Что это такое? Ну ладно Баннер Иди работай Иди работай Хватит Хватит сочковать Так Эти уже почти Почти доехали Отлично У нас огромное количество Кстати полицейских Митчелл 400 Остин Вообще замечательно Вообще замечательно Ну что там у вас, ребят? Почему тишина? Пригород Подростки стоят и курят Недалеко от магазина Разглядывая обновки Ну-ка спросите У них сигаретки У них не найдется? Преступник скрылся Опять Офицеры невредимы Зараза А? Не вышло Что здесь происходит? Муж вернулся с работы Раньше обычно Застал молодую жену В постели с любовником В полицию Позвонила служанка Которая увидела Как муж снялся С единое охотничье ружье Блин Матч Митчел Требор Давайте там Остин Так-так-так-так Давай ты тоже Белозеров С ними С ними Бегом-бегом-бегом На выезд Бегом на выезд Требор Не смей допускать ошибки Господи Вот это плохо Вот это плохо Там сейчас перестрелка Может быть И эти двое Грант у меня постоянно теряет Такая симпатичная Вроде девушка Сегодня мы организуем Премьеру фильма Назад в будущее Прокатчики попросили Выделить офицера Который будет стоять Возле Входа И смотреть Чтобы никто не пронес Спортативную видеокамеру В кинотеатр Это Мэри Да? Ну Бейкер Езжай Езжай Это мне сейчас Не особо нужно Обалдеть Заместитель Что там с заместителем? Окей Мы кстати у него Можем посмотреть Статистику наших действий У нас два офицера погибло Офицеров уволено Пять детективов Уволено два Также мы можем Всякие действия произвести Давайте отправим В полицейскую академию Да Хочу за 1300 А кого мы туда отправим? Отправим туда Гранта На переподготовку Рашенко Оставьешься здесь Все Грант Едешь туда Так Все Закрыть Отлично Что там у нас происходит? Белозеров Митчелл Давайте Давайте Быстренько сообщать Докладывайте Преступник поймен Оферцеры Невредимы Гражданские Невредимы Просто замечательно Молодцы Давайте возвращайтесь Просто молодцы Ну конечно Митчелл и Требр Отлично сработали Фух И спецназ я практически Не использую Обалдеть Обалдеть Что происходит? Начальная школа Фриборга Молодой отец Лишенный родительских прав Пытался забрать дочь Когда понял Что ребенку ему не отдадут Напал на учительницу Повалил ее на пол И начал бить ногами Да ты шутишь что ли? Остинс Рашен Грант Выезжайте Выезжайте Пожалуйста Пожалуйста Там аккуратно Там дети Берч такой сидит Типа Центр города Что здесь? Господин Бойт У меня весьма деликатная проблема И наш общий знакомый Чарльз Диль Сказал что вы сможете Мне с ней помочь Как вы на рынке Могли слышать Мне принадлежит Крупнейший музыкальный магазин Фриборга Но недавно Половину коллекции Пластинка Отсудила моя бывшая жена Там очень много Редких записей Моя бывшая Очень боится полиции И пытается быть Законно послушной Гражданкой Если несколько Ваших ребят в форме Заявится к ней домой И скажет что пластинки Это улики В важном расследовании То она без лишних слов И с улыбкой на лице Вам все отдаст Даже не заикнувшись Об ордере Ну это конечно не хорошо Ладно Берч Белозеров Езжайте Езжайте Постой А нужно троих да? Ой и Требора давай Туда он весь уставший Езжайте Заберите Ничего тут преступного нет Ну че там Пару пластинок Ничего страшного Осерн Драшен Грант Что у вас? Что там за Дани Мерфи Джек У нас намечается дело В машиностроительном заводе В 22.09 Мы не хотим Чтобы полиция все испортила Я думаю 4 тысячи Хватит для такого рода просьбы Кристофер Ге Сент 22.09 В машиностроительном заводе Хорошо Ладно Я закрою глаза Что это такое? Галерея современного искусства Охранник сообщил Что кто-то проник В выставочный зал Пририсовал картинам пениса И спрятался в туалете Митчелл Съезди пожалуйста Только очень аккуратно Митчелл Очень аккуратно Очень аккуратно Кто же тебя где-нибудь Пририсует пенис? Нападение Отчет Что там произошло? Преступник пойман Офицеры невредимы Гражданские невредимы Молодцы И Грант немножко подучилась Замечательно Шеф Мы помогли Улриху Биберу И благодарен все Он подарил нам по пластинке Генара Греспа Просто обалдеть Правда Белозеров больше любит Глэм Поэтому он сгрустнул И отправился в бар до конца дня Ну ладно Бог с ним Бог с ним Зато 3 тысячи 3 тысячи у нас в кармане Отлично А день практически заканчивается Да нет Нет Только вечер начнется А еще только 6 часов вечера Что-нибудь расследовать у них есть? Интересное Нет Ничего не происходит Так Отлично Что там? Нарушение общественного порядка К приезду полиции В зале горит свет Сторож причитает Что он устроился Только две недели назад И совсем не хочет Терять работу Из-за какой-то ерунды И успокоившись Показывает туалет В котором заперся художник Ммм Выходите с поднятыми руками Испуганный весь слезак Молодой парень с ножом Рррррр В руках Твердит Что это искусство Перформанс А его никто не понимает Грозит перерезать себя Если ему не дадут уйти Расскажи побольше Про свое творчество Преступник пойман Фу Замечательно Офицер невредим Митчелл Молодец Хорошо сработано Господи Что за звук? Так ученька Кто-то подъехал Или это просто Наши вернулись Сделали Бейкил Белозеров Вообще Что там происходит Вы долго еще? Или вы весь день Там собираетесь Протащать? Ау Я что-то не понял Как-то этого Прикола 22.09 Сейчас произойдет дело И мы не должны на него ехать Машиностроительный завод Что там происходит? Поступил вызов Отсторожима Машиностроительного завода Он засек Двух нарушителей Проносящих через брешь В стене Алюминий Я ничего не знаю Ничего страшного Алюминий Алюминием больше Алюминием меньше Какая разница? Не так страшно Сейчас еще отправишь туда офицеров И там начнется пальба Что там? Отчет убийства Детектив погиб Во время расследования Что? Как? Как? Я ничего не понял Как детектив мог погибнуть Во время расследования Что здесь вообще происходит? Что за чертовщина? Ограбление, отчет У вас один новый кадр Ну вот он Вот это вот больше походит На правду Вот так Гуань Ин Линь Китайский эмигрант Недавно отчисленный Из университета Подозреваемый Отлично Отлично Отчет кража Преступник скрылся Ну ладно Это я понял Спасибо Кристофер Гэссэнд Спасибо, что сделали Ту вещь, которую мы попросили Вот сумма На которую мы договорились Что поделать Расследование Подожди Расследование Блин Как же так? Дебрита Как же так? Ну ладно Давайте наймем Хелен Боулинг У нее больше профессионализма А в какой смене был Дебрита? Персонал Дебрита был в смене А Давай смену А наймем тебя Слушайте Как странно Расследование Подождите Детали Здесь нужно правильно Выстроить картинки Я ничего не понимаю Я не понимаю Что здесь происходит И как решить эту задачу Я так пощелкнул Туда-сюда фотографии Как вот в этом ограблении Да? Но мне здесь явно Не хватает кадров И у меня убит детектив Это что за ужас Ограбление Общежитие Ченна Тауну После отчисления Из университета Кюан Лулин Переехал сюда Мне нужны офицеры Да? С тобой послать Давай На спецназ Остина и спецназ Что? Что? Подожди 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 Ладно Остина Гранта И спецназ Давай так Я думаю так будет все хорошо Я думаю так справиться Никто не должен погибнуть Я очень на это надеюсь Психологический тест Мэрия Джек Ты наверняка видел В газетах историю Про Томаса Блейна Отставного копа Шизофреника Который застрелил Беременную женщину Чтобы такая трагедия Не повторилась Мы решили провести Психологический тестирование Всех копов Старше 50 лет И тебя Это тоже касается Джек Завтра утром Доктор Элеонора Уотбери Ждет тебя в своем офисе Не опаздывай Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Бред Ну ладно Что у вас там происходит? Что происходит? Преступник пойман Отлично Преступник пойман Все хорошо Никаких проблем Дело закрыто Вы поймали всех подозреваемых Бизли Получил Дополнительный Опыт Шикарно Ну ладно Завершить день Наверное все Наверное на этом На этот день завершен Слушайте Как странно Почему-то убили Дебрита Я не понимаю Что там на самом деле Произошло Видимо он нашел что-то На кого-то вышел И из-за этого убили Мы туда переведем Бизли на то дело На следующий день Но на этом давайте Завершить этот выпуск Огромное спасибо за внимание Надеюсь что вам понравилось Если так пожалуйста Ставьте лайки Не забывайте подписываться На мой канал Чтобы не пропустить Новые выпуски по этой игре А также другим играм Удачи друзья Пока Надеюсь что вижу вас В следующем выпуске